ЖЭК или паспортный стол не внес в базу данных то, что мне исполнилось 18 лет. И, соответственно, перед первым туром я не могла голосовать, но не было в реестре. Принимать участие во втором туре Александра решила твердо. Сегодня при ней все необходимые документы для внесения в реестр избирателей. Паспорт, дополнение к айдекарте и их ксерокопии. Идем писать заявление в Приморскую райадминистрацию. Здесь настоящий ажиотаж. Большинство хочет изменить место голосования. Я проверила на 5 число, что я еще по прежнему адресу перепрописана. И поэтому, чтобы не пропустить свое место, а то оттуда выбуду, сюда не прибуду. Чтобы удостовериться лично, принести свои документы и зарегистрироваться. Я уже 4 года нахожусь прописан в общаге. И в списках избирателей я нашел себя, что нахожусь в Министском, то есть по месту своего рождения. Мне кажется, это не очень честно. И на второй тур я все-таки решил сходить. Решив отстоять эту гигантскую очередь, я все-таки хочу пройти и принести свой голос. В райадминистрации поясняют, если в первом туре менял место голосования и надобность осталась, для второго тура процедуру нужно проходить заново. Для переселенцев Донецка, Луганска, с Крыма достаточно только паспорта и ксерокопии паспорта. Для других областей паспорт, ксерокопия паспорта и документ, который подтверждает, что в день выборов он будет находиться в Одессе, в Приморском районе. Это справка с места работы, справка с места учебы, санатория, профилактория, договор о ренде жилья, договор на право собственности жилья. Еще один аспект – так называемые мертвые души. В реестре избирателей могут числиться уже умершие люди. К примеру, на первый тур выборов в списке по Приморскому району попал экс-тренер черноморца Виктор Прокопенко, которого не стало еще 11 лет назад. Очень часто сотрудники РАХС недостаточно ответственно относятся, либо происходят какие-то сбои в процессе передачи информации, либо сотрудники реестра халатно относятся и не обновляют. Необходимо со свидетельством о смерти и со своим паспортом прийти в отдел ведения реестра избирателей по месту вашей прописки и написать заявление об исключении гражданина из списков. Предвыборный ажиотаж сейчас отмечается во всех райадминистрациях города. В учреждениях работает до трех кабинетов для избирателей. Самое трудное – отстоять длинную очередь. Люди делятся, некоторые здесь уже больше часа. Сама же процедура занимает от пяти до десяти минут. Если все документы в порядке и не будет сбоя в электронной системе, вопрос решится достаточно быстро. Начали смотреть мою прописку и не могли найти в списке почему-то мою квартиру. Хотя в этой же квартире под этим же адресом прописаны мои родители, поэтому нужно было очень долго искать меня. В итоге нашли этот адрес через прописку моих родителей и внесли меня вот так вот. Несмотря на некоторые трудности, свою фамилию в реестре избирателей Александра сможет найти уже сегодня. Эксперты рекомендуют ко второму туру еще раз проверить наличие в списках себя и своих близких. Прием заявлений в райадминистрациях Одессы продлится до 15 апреля включительно, в том числе и на выходных. А также в каждой райгосадминистрации при исполкомах в области. С понедельника внесение в реестр будет возможным только по решению суда. Лилия Гарапашная, Денис Рудь, Наталья Довбыш, Телеканал Репортер.